коллеги всем здравствуйте как реализуется вот риск ориентированный подход сейчас да не просто риск ориентированный подход а применительно к таиру вот давайте мы с вами начнем с общего понимания сведения то есть заземлимся скажем так что же у нас происходит в полях скажем так столкнемся с суровой реальностью андрей григорьевич рассказал нам об информации скажем так ну понимание которой это высший пилотаж то есть ну прям вот супер профи но как мы с вами знаем приходя на предприятие не всегда и не все сотрудники даже не все это эры обладают таким уровнем компетенции и осознанности поэтому происходит у нас на реальных предприятиях иногда вещи немножечко более простые более попризимистые и сейчас мы о них с вами поговорим для начала определимся о чем мы говорим вот у нас есть с вами таир такая аббревиатура да техническое обслуживание ремонт что это такое это комплекс мероприятий связанных с поддержанием и восстановлением работоспособности объекта то есть для чего у нас собственно таир это поддержание и восстановление работоспособности при его использовании по назначению хранения и так далее типичные типовые мероприятия которые у нас здесь происходят широкий спектр себя включает и монтаж и наладку и настройку и собственно сам ремонт и то вплоть до модернизации и мониторинга и диагностики даже иногда включается вот чем мы занимаемся скажем так вот наш физический труд вот что происходит и есть некоторые скажем так ключевые показатели какие-то ключевые компоненты которые мы можем отслеживать можем начинать отслеживать можем начинать оптимизировать например у нас есть среди скажем так всего прочего формула определения у нас с вами есть затраты на таир то на что мы тратим деньги то что скажем так не приносит компании деньги в карман а берет их из кармана это у нас и частота проводимых воздействий то есть тут и т.о. и т.р. и к.р. это и стоимость тмц используемых при таир коллеги у которых на рабочих площадках на любых я имею ввиду установлено или используется заграничное оборудование наверное сейчас свете каких-то февральских событий прочувствовали то есть значимость вот этого показателя стоимость тмц также у нас тут есть количество человек часов стоимость услуг подрядных организаций то есть как бы казалось бы да вот оптимизируя каждый вот из этих показателей мы с вами улучшаем деятельность по таир на предприятии вот взяли по уменьшали все эти стоимости и уже как бы все у нас хорошо но все таки коллеги оптимальность и оптимизация это не одно и то же вот то есть оптимизация это вот то что о чем мы сейчас поговорили берем и оптимизируем но оптимальность это некоторые весы до которых мы доберемся чуть дальше у нас есть некоторые исходные данные помимо от этого перечня чего мы используем чего мы оптимизируем у нас есть железо и у нас есть к нему некоторые регламентирующие документации и понимание которые идут с завода у нас здесь есть документация на оборудовании всякие чертежи и технологические схемы все что угодно и есть инструкция по эксплуатации которая нам с вами берет и регламентирует как часто нам нужно ремонтировать обслуживать наше оборудование в хороших инструкциях по эксплуатации там хотя бы указывается что если оборудование стоит при средней годовой температуре плюс 20 то делай с ним то то а если минус 20 то делали с ним это но зачастую бывает что и этого не бывает а поработал с реальными заказчиками доходит вообще до абсурда когда завод изготовитель производит какое-то оборудование выпускает к нему документацию а в документации завод изготовитель вписывает периодичность таир который попросил заказчик то есть сразу тому что верить вот этой вот информации которая вписана у нас например в ту же самую инструкцию по эксплуатацию верить можно но очень осторожно а лучше и перепроверять и переоследить самим на своем предприятии еще немножечко теории чуть-чуть собственно к чему мы переходим мы переходим к деньгам к реальности вот есть у нас таир вот это вот функция которая вшита стремление бизнеса все-таки коллеги все мы работаем на каких-то предприятиях которые заняты тем что зарабатывают деньги я понимаю что у каждой компании есть миссия которая как бы декларируется но все-таки это все про деньги к чему стремится бизнес чего он хочет от таир он нас хочет безопасности работы с оборудованием он нас хочет как можно меньшего количества аварийных ситуаций он нас хочет сокращение рисков непланово простое сокращение затрат на обслуживание сокращение уровня качества выпускаемой продукции то есть естественно соблюдение регламентов по охране труда мы хотим безопасности мы хотим меньше непредсказуемости мы хотим как можно меньше затрат коллеги первый вариант оптимальности таир те самые весы вот давайте предположим что на одной чаше весов справа у нас с вами лежит бюджет таир вот взяли экономисты например и запланировали на будущий год бюджет таир как-то они его взяли и положили какую-то цифру возможно собрав предварительно информацию с профильных подразделений а с левой стороны еще раз прошу заметить в первом варианте у нас лежат или могут лежать уровень надежности вот такие вот называя их номенклатурные что ли показатели по железу у нас тут средняя работка на отказ среднее время восстановления коэффициент технической готовности которые мы получаем из предыдущих двух показателей вероятность безотказной работы и вероятность отказа то есть вот этот вот вариант где на левой чаше весов у нас остается сухие номенклатурные показатели где не подмешиваем у нас есть деньги вот он в моем лично понимании как-то применим больше к отраслям где один конкретный отказ не приводит каким-то катастрофическим последствиям и касаемо денег и касаемо жизни и здоровья людей ну и сами для себя определите что такое катастрофа ну или посмотрите определение их много и они разнятся а для каждого предприятия они вообще там скажем так свои и уровень начала катастрофы свой то есть положили мы бюджет таир и положили мы показатели которые должны быть выдержаны при имеющейся деньгах вот нам нужно достигнуть коэффициент технической готовности нашего оборудования 80 процентов мы имеем миллион рублей а вот руководитель говорит я хочу коэффициент 90 процентов а деньги оставить теми же или он говорит мне достаточно коэффициента 75 процентов а бюджет давайте сделаем как можно меньше вот тут и начинаются все наши танцы с бубнами как говорится как нам уравновесить вот эту чашу весов это для первого варианта в основном здесь тот же самый коэффициент технической готовности вот он замечательно подходит для горнодобывающей промышленности где есть парки техники туда он прямо замечательный отлично вписывается где у нас поломка одного самосвала приведет к срыву плану дня наверное да но не приведет какой-то катастрофической истории есть у нас вариант 2 запросы которые все чаще приходят от реальных заказчиков из нефти добывающей перерабатывающей и химической промышленности когда у нас с вами на двух чашах весов лежат деньги только справа это деньги реальные бюджет таир который у нас лежит нашей корзинке а слева это вот наши страхи наши опасения выраженные в денежной форме то есть наш отказ какого-либо оборудования который может привести каким-либо последствиям здесь мы с вами коллеги уже плавно переходим не то что переходим от тему надежности к теме риск-менеджмента но мы их прям вот сильно сильно замешиваем сейчас мы с вами это дело разберем поподробнее что же мы вообще считаем и как мы приходим ко всем показателям и на первых весах и на вторых весах что же мы считаем коллеги у нас с вами есть такой показатель как интенсивность отказов что это такое у нас условная плотность вероятности возникновения отказа объекта определяемые при условии что рассматриваем момент времени отказ не возник сложное определение я люблю определение попроще это количество отказов в час то есть когда мы прописываем лямбда равно чему-то там не пишем единиц в час как часто в час отказывает как правило это 0,000 что там также у нас с вами держим уме у нас есть и время восстановления и среднее время восстановления них мы попозже поговорим здесь приведен пример расчета когда мы единицу делим на п от вероятность безотказной работы я люблю считать этот показатель попроще через среднюю наработку на отказ так называемый mtbl мин time between fail кто знает английский на том же уровне как я то есть на уровне школы понимать что between fail это между отказами что мы делаем как мы считаем мы берем суммарную наработку ставим ее в числитель и делим на количество отказов произошедших за эту же наработку то есть насос у нас отработал 700 часов за это время произошло 7 отказов 700 делим на 7 получаем 100 элементарно через этот же показатель может быть посчитана интенсивность отказов единицу делим на t получаем необходимое нам значение прям вот берем и не стесняемся кто хочет проверить может попробовать прямо сейчас прям в калькуляторе 1 делим на 100 получим к этой средней наработки соответствующую интенсивность отказов для чего она нам чуть попозже поговорим очень очень такой хороший показатель лямбда интенсивность отказов среднее время восстановления mttr min time to repair то есть математическое ожидание восстановление работоспособного состояния суммарное время всех ремонтов поделенное на количество всех отказов то есть похоже со средней наработкой на отказ только там мы считаем среднее время работы без отказа тут мы считаем среднее время за которое у нас изделие восстановится вот собственно взяли мы вот эти вот два показателя и получили коэффициент технической готовности как мы его считаем очень просто берем среднюю наработку на отказ посчитанную ранее ставим ее в числитель а знаменатель берем и ставим среднюю наработку на отказ плюс среднее время восстановления трудно понять этой формулой трудно вообще понять что она скажем так означает поэтому позвольте вам представить временную прямую реального изделия зелененьким у нас показано время работы вот эти периоды т1 т2 т3 т4 красным показано время их ремонтов все совпадения с реальностью случайные все цифры выдуманы естественно импровизированы и так что же мы получаем работает у нас изделие работает сломалась работает работает сломалась работает сломалась работает сломался то есть мы понимаем что это для восстанавливаемых объектов посчитаем наш mtbf среднюю наработку на отказ что мы делаем как мы раньше говорили берем в числитель суммируем все наши наработки и делим на количество этих наработок в данном конкретном случае получаем 1242 с половиной часов наш показатель красненьким время восстановления мы его не теряем мы его тоже считаем mttr мин time to repair то есть да среднее время восстановления взяли и проделали аналогичную процедуру взяли наши красные периоды сложили их суммарно и поделили на их количество получили 358 и 3 коэффициент технической готовности благодаря формуле описанные ранее посчитаем с вами 1242 разделить на 1242 плюс 358 в данном конкретном случае получили коэффициент технической готовности 077 то что мы с вами делаем каждый день то что мы контролируем то что от нас просят наше руководство контролировать считать и так далее сразу скажу что данный показатель он не обязательно для парка техники он может быть использован и на смысле не только для парка колесной техники да он может быть также высчитан и для парка станков например коллеги просто сразу оговоримся что это все было для восстанавливаемых объектов у нас еще с вами есть объекты невосстанавливаемые например лампочка включили перегорела выбросили включили перегорела выбросили формула такая же самая как с mtbf только там meantime between failure то есть между отказами а здесь meantime to failure то есть до отказа отказ как говорится и все утилизация изделия считается точно так же но мы понимаем просто вот саму природу вот этого показателя что он нас показывает среднее время до отказа это все что касалось наверное ближе варианта весов который номер один вот это вот когда у нас есть бюджет tair и когда у нас есть какие-то вот комплексные показатели надежности которые мы должны подвести под данный бюджет но но у нас с вами есть вариант 2 когда у нас на одной чаше весов лежат деньги бюджет а на другой чаше весов у нас с вами лежит риск отказа в денежной форме давайте быстренько пробежимся как его посчитать для этого так наверное забегу чуть чуть вперед вот так будет более логично вот параметр оптимальности пример номер два когда у нас на одной чаше весов лежит бюджет tair а на другой чаше весов у нас лежит риск отказа в денежной форме из чего он на складывается он на складывается из вероятности отказа и последствий которые при этом отказе могут возникнуть вот он наш риск вот она стандартная формула которую вы можете увидеть в любом наверное практически справочники по риск менеджменту риск складывается из вероятности и последствий вот пока что вот так для того чтобы нам с вами определить вероятность отказа для начала нам нужно соответственно посчитать вероятность без отказной работы считается по формуле через экспоненту вспоминаем интенсивность отказа посчитанную ранее когда мы взяли посчитали среднюю наработку на отказ которую так понимаю большинство из нас знает как считать умеет считает любит практикует и так далее берем мы эту среднюю наработку точнее единицу делим на среднюю наработку получаем лямбду который у нас вот здесь вот степени экспоненты значит экспонента в степени минус лямбда т то есть время на которое мы хотим спрогнозировать наш горизонт планирования тысячи часов 8 тысяч семьсот шестьдесят часов все что угодно то есть календарный год тут как говорится мудрить ничего не надо надо просто взять и посчитать используя какой-нибудь математический калькулятор и получится наша вероятность того что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет допустим получилось у нас вероятность безотказной работы 60 процентов то есть как мы посчитаем вероятность уже отказа вот та конечная составляющая которой мы шли мы из единицы вычтем собственно на показатель полученные при вероятности безотказной работы логично то есть у нас вся вероятность чего-либо это вот сто процентов единица грубо говоря соответственно если вероятность безотказной работы 65 то вероятность отказа 35 вероятность безотказной работы 40 вероятность отказа 60 ну логично и понятно поэтому упрощенно берем и считаем вот так и получаем мы нашу вероятность отказа, нашу П. Но остается нам посчитать стоимость последствий. Ой, куча всего, но каждый из этих показателей в каждой отрасли может быть, скажем так, более значим. То есть сюда у нас входит в первую очередь это стоимость самого ремонта железа. Случился отказ, ну нам надо ремонтировать. Это тоже денег стоит. Стоимость экологических последствий. Уже устали повторять наш замечательный Норильский никель, скажем так, вот это вот ЧП, оплошность которая произошла там. Ну с чем там столкнулись? Там столкнулись с отказом. То есть как мы помним из нашего процесса RCM, что такое отказ? Опять же я говорю, это по процессу RCM. Это вот простыми словами прекращение исполнения функции. Вот была у них у резервуара функция хранить жидкость какую-то. А резервуар взял и перестал эту функцию исполнять. Перестал он хранить жидкость, и жидкость пошла куда не нужно. Получили отказ, получили его стоимость. Ну, о стоимости можно почитать в интернете. Не помню цифру, но помню, что там миллиарды. Вот такая вот S-экологическая у них была. Стоимость ремонта может была бы там в тысячах или в десятках тысяч рублей, какая-нибудь сварка, да? А получилась вот такая история. Не забываем про следующую S-произв, то есть потерю производительности. Когда у нас ломается оборудование, которое завязано на, может быть, отгрузке или производстве конечного продукта, да даже и на заготовке сырья для производства конечного продукта, мы с вами можем сорвать еще и план производства. Там тоже могут быть немалые последствия. Ну, коллеги, каждый для себя, для своей отрасли, для своего предприятия знает лучше. Ну и не забываем про S, вот эту вот стоимость затрат на устранение последствий в нарушении производственной безопасности. Вот видим, внизу справа сидит товарищ и держится за ногу. Вот что-то там случился какой-то отказ, и его ударило по ноге. Для предприятия также ЧП, также крайне неприятное ЧП, куча инспекций, проверок может навлечь на себя предприятие. Да и вообще, скажем так, человека жалко, и не надо допускать для того, чтобы люди травмировались. На примере, на одном, стоимость ремонта, да, я просто хочу показать то, что вот эта вот, каждая из наших S, она разделяется еще на одну, две, три, пять, где-то десять S. Стоимость ремонта, она у нас из чего складывается, когда мы ремонтируем сами? Из стоимости, скажем так, человека-часа нашего ремонтника и стоимость запасной части. Вот так мы и посчитаем каждый из наших показателей и получим наши финальные весы. Коллеги, вот полчаса я рассказывал обо всем этом, перечислил кучу формул. Мы с вами озвучили и заметили кучу нюансов, которые нужно при этом учесть, понять и так далее. Все это сейчас реализуется эксельками, которые получаются невероятно громоздкими, невероятно ломучими, где сбой одной ячейки ведет крах вообще всей этой конструкции громоздкой. Вот даже когда мы говорим об оптимальности железа, да, но мы сейчас вот с вами прошли по этому делу, по всему и поняли, что даже нет оптимальности в процессе вычисления. Такую трудоемкость занимает вот этот весь процесс, столько ошибок потом выгребается, вычищается из этого, что иной раз даже об объективности расчетов можно сомневаться. То есть живем мы с вами в 21 веке, а каких-то вот понятных, незагроможденных IT продуктов, конкретно заточенных вот под расчет рисков, которые сейчас мы озвучили, до ближайшего времени, до какого-то я не встречал. Но, к счастью, есть такая компания «Простоев нет» и есть наши IT-специалисты, которые специально при поддержке нас, методологов по надежности, разработали что-то такое вот, что мне, лично мне, как исполнителю, да, вот этих всех Excel-ек очень нравится. И я, наверное, с вашего позволения передам слово. Всем спасибо большое. Да, Артем, спасибо большое. Я пользуюсь темным моментом рекламирую, что Артем у нас ведет курсы, то есть те самые курсы для надежников, для планировщиков. И вот в такой вот эмоциональной форме достаточно эффективно происходят эти процессы. Если кто-то хочет записаться, поскольку про надежность, ну, говорят все, но вот обучить именно по-простому, как Артем говорил, очень сложно. Привет! Я мультяшный робот Простоевнет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР» «Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта. Участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР. Менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР. Специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO.prostoev.net. Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от простоев нет, которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!